Здравствуйте! В эфире информационная служба Кукщак Парад, студия Игерим Бегенова. И перед началом эфира коротко о главном. Обстановка в постпандемический период является актуальным вопросом на сегодня. Какие мероприятия в сфере медицины проводятся в связи с поручениями главы государства? В микрорайоне Дейбат-Шелек недостроены дороги и не могут пустить автобусы. Местные жители негодуют. О том, когда будут приняты меры, уже через несколько минут расскажу вам я, Александра Гауэр. Коп-шитау сотрудники ДУИС получили грамоты от министерства. О том, какие достижения за годы работ в копилке профессионалов, об этом расскажу вам я, Аблай Балтабаев. Распространение коронавируса в Казахстане снизилось на 35%. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Алексей Цой. За последнюю неделю число инфицированных в Казахстане сократилось с 31 тысячи случаев в неделю до 25 тысяч. Нагрузка больниц снизилась с 56% до 35. Вновь закрыто 57 объектов, открытых как инфекционное отделение. Число тех, кто вылечился от болезни за последнюю неделю, в полтора раза больше, чем инфицированных. Выход регионов из Красной зоны увеличился. Уже сейчас в Желтую зону входят 5 регионов, а именно Восточно-Казахстанская, Северная, Западная, Жамбылская и Казалардинская области. Кроме того, Туркестанская область находится в Зеленой зоне. Главная задача – добиться устойчивого снижения уровня заражения вирусом в регионах Красной зоны. Для этого необходимо держать эпидемиологическую ситуацию на постоянном контроле. Особенно в городах Алматы, Нур-Султан, Шимкент, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях. В стране более 7 миллионов человек получили первый компонент вакцины. Это более 70% населения. Вторым компонентом привилось около 60% населения страны. Регионы обеспечены достаточным объемом вакцины. Поставка вакцины ведется в соответствии с графиком. Алексей Цой призвал казахстанцев к получению вакцины и формированию коррективного иммунитета в стране. Статистика по COVID-19 на 14 сентября 2021 года в мире зафиксировано 121 895 новых случаев заражения коронавирусом. В Казахстане за последние сутки выявлено 2801 человек с положительным ПЦР-тестом. В Алматы 611, в Карагандинской области 381, в Нурсултане 324, в Алматинской 218, в Павлодарской 197, в Акмолинской 187, в Костанайской 156, в Восточно-Казахстанской 152, в Актюбинской 104, в Шемкенте 99, в Мангустаусской 87, в Атыраусской области 77, в Североказахстанской 75, в Казалардинской 44, в Жамбылской и Западно-Казахстанской области по 31, в Туркестанской 28 человек. Маски и социальная дистанция все еще актуальны. Главная задача – не допустить распространение коронавируса. Медики призывают казахстанцев соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. Один из важнейших векторов развития страны – система здравоохранения. Обстановка в постпандемический период является актуальным вопросом на сегодня. Какие мероприятия в сфере медицины проводятся в связи с поручениями главы государства? Далее в материале. Коронавирус стал серьезным испытанием для системы здравоохранения. Каждый день заболевают тысячи людей. С первых дней пандемии принимаются активные меры для борьбы с распространением инфекции. На сегодняшний день доля вакцинированного населения в городе Кокшитау составляет 54%. Одним из важных и ожидаемых событий в нашей стране является послание президента Республики Казахстан. Мы, медицинские работники, тоже с нетерпением ждали, какие вопросы будут подняты в послании. И, конечно же, для нас было особенно актуальным эта тема вакцинации против коронавирусной инфекции. Мы, медицинские работники первичной сети, непосредственно занимаемся вакцинацией нашего населения. И понимаем, насколько это важно. И то, что наш президент озвучил в послании, что вакцинация – это основа основ для сохранения здоровья нашего населения. Вакцинация против коронавирусной инфекции отныне будет проводиться на регулярной основе. Планируется создание национальной системы прогнозирования биобезопасности Республики. Глава государства затронул еще непосредственно вопросы по лабораториям нашей страны. Да, действительно, есть лаборатории, которые не отвечают нынешним стандартам. И они требуют усовершенствования и вложения денег, финансирования необходимые. С этим я абсолютно согласна. Необходимо именно развитие фармацевтических компаний, которые себя, в принципе, показали в этот раз. Именно в период пандемии. Главой государства отмечена важность привлечения инвесторов, обеспечивания трансферта технологий и новейших разработок. Долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства необходимо довести с имеющихся 17% до 50% уже в 2025 году. Айгерим Бегенова, Павел Соловьев, Жамбыл Болтаев, Кукщак, Парад. В своем послании народу Казахстана президент Касым Жумар Токаев отметил, что жилищный вопрос всегда будет одним из главных для наших граждан. В этой связи будет разработан целостный жилищный проект. О том, какие государственные программы действуют сегодня в Адбасы и банке, расскажет Александра Гавард. Цель таких программ, как Баспанахид и СЕМ-2025, скоро завершится. Вместе с тем ставки по рыночной ипотеке все еще высоки и доступны далеко не всем казахстанцам. Администратором целостной жилищной программы станет Адбасы банк. Он трансформируется в Национальный институт развития. Перед банком стоит задача обеспечить учет и распределение жилья среди граждан по принципу одного окна. Я уже отметил положительный эффект инициативы по досрочному использованию пенсионных накоплений. Она также подтолкнула людей требовать у работодателей оплаты, что называется, в белую. Для поддержания данной тенденции считаю необходимым разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в Адбасы банк для последующей покупки жилья. Это также позволит стимулировать привычку накапливать средства, грамотно ими распоряжаться. На сегодняшний день в Акмолинском филиале акционерного общества Адбасы банка реализуются государственные программы Шанрак, Нурлыжер 5-20-25 и Бакото Адбасы 2-10-25. Они подходят для граждан, стоящих в очереди на получение жилья. Отметим, с начала года в рамках программы «Долгожданные квадратные метры» получили 185 малообеспеченных семей. По данной категории попадают три категории граждан, стоящих на очереди в местных эксплуатных органах. Это многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями и неполные семьи. Там данная программа выдается под 2% годовых. Программа Шанрак, она рассчитана для всех граждан, кто стоит на очереди получения жилья. А также там процентная ставка составляет 5%. Здесь приобретается непосредственно только новостройка. По программе Нурлыжер это непосредственно дома тоже также для очередников. Там проводится конкурс. Это непосредственно те дома, которые строит Акимат наш под 5% годовых. Кроме этого, банк реализует внутренние программы. Жилищный заем рассчитан на 5% годовых, где 50% составляет первоначальный взнос. Депозит сроком не менее трех лет. У май женская ипотека условия доход семьи не должен превышать 320 тысяч тенге. Ставка 12%. В Степногорск прибыл чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Казахстане Селим Хазбиевич. Дипломат встретился с представителями этнокультурных объединений. Цель – укрепление отношений между двумя странами. В 30-х годах 20 века территория Казахстана стала лагерем жертв политических репрессий. Сюда были депортированы немцы, корейцы и поляки. В этом году исполняется 85 лет со дня депортации поляков в Казахстан. В связи с этим посол вручил медали и оказал гуманитарную помощь представителям диаспоры. Гость также подчеркнул необходимость укрепления культурных связей между двумя странами. Первый раз посещал Степногорск. Здесь хочу встретиться с представителями польской диаспоры. Я тоже хотел поблагодарить местным властям, господину Акиму области, и вообще властям Казахстана за поддержку для нашей польской диаспоры в Казахстане. При Доме дружбы города Степногорска создано 9 однокультурных объединений. Одно из них – польское общественное объединение «Полония». Всего в городе проживает около 200 поляков. Стоит отметить, в ходе визита Силим Хазбевич встретился с представителями местной власти и обсудил перспективы дальнейшего сотрудничества. В нашей республике развивается, развивается динамично. На самом деле, видим, что наши соседские отношения со многими государствами дают очень большой, хороший, положительный результат. Мы к этому стремимся всегда. Мы стараемся быть максимально открытыми для того, чтобы показывать нашу работу, наше взаимодействие. И поэтому я тоже буду как-то сказать, у нас есть хороший промышленный потенциал. Мы всегда готовы к встречам, к переговорам, к каким-то интересам бизнеса, которые можно здесь развить. С учетом того, что это очень недалеко от Астаны, 180 километров от Носултана у нас получается небольшое расстояние. Здесь очень хорошая промышленная база, поэтому мы бы хотели бы контактировать с вашим бизнесом, для того, чтобы бизнес мог посмотреть, что это представляет Степногос, какие предприятия здесь работают. Встреча завершилась небольшой концертной программой, представленной объединением поляков «Полония». Назира Балташева, Гульмира Амамбаева, Достан Булатов, Жамбул Балтаев, Купщи Ахпарат. В Кокшитау состоялось заседание общественного совета МИРАС при областном филиале партии Нур-Отан. На встрече обсуждались вопросы модернизации домов культуры. О том, какие работы проведены на сегодняшний день, подробнее в следующем сюжете. Президент Касым Жумар Тукаев подчеркнул, мир постоянно меняется, появляются новые достижения и технологические процессы. Но культура и национальные традиции не претерпевают изменений. Так, несмотря на пандемию, очаги культуры не прекратили свою работу. Ежегодный традиционный республиканский фестиваль «Рухани-казана-2021» впервые прошел в Акмолинской области. В Бурабае проведена пресс-конференция с участием представителей Министерства культуры и спорта Республики, Акимата Акмолинской области, зарубежных и отечественных экспертов. В этой связи я хочу сказать, что до следующего года, 22-й год, май месяц, культурная столица, то есть город Кушетал, будет принимать с открытой душой, с любовью, все творческие коллективы областных центров независимого Казахстана. И уже на сегодняшний день проведено более 400 мероприятий. И вот среди них я сейчас вот называю, это наши музеи от РАУ, Алматы, Петропавловск, которые показывали, демонстрировали свои выставочные работы в центре города Кушетал, областного центра. В Акмолинской области большое внимание уделяется модернизации клубных объектов культуры. Материально-техническая база соответствует современным требованиям. Во всех районных домах культуры проведен капитальный ремонт. Помимо этого, за счет средств меценатов организована реставрация в 25 клубах на общую сумму более чем 238 миллионов тенге. В Акмолинской области в сфере культуры произошли большие изменения. Так вот, по Сарском, Жаркаинском и Иржаксынских районах появились новые объекты культуры. Это радует нас. Культурные объединения развиваются. Молодежь – выходцы данных объединений. Уступает на площадках руслюканских театров на сценах Европы. Государство успешно финансирует культуру. Очень тесно работаем с управлением культуры. Проводим много мероприятий. И сегодня мне было приятно послушать Айгену Балбиковну о проделанной работе. Мы все видим, что даже в такое трудное время, как пандемия, проходят мероприятия, которые все-таки помогают людям жить, радоваться жизни. Огромная работа проводится в Акиматом области. Поддержку мы сегодня слышали. На сегодняшний день в Акмолинской области насчитывается 267 клубов. Из них 252 государственных и 15 других форм собственности. Всего в сельской местности 247 объектов культуры. Из них 232 на государственном обеспечении. Александра Гауэр, Дархан Мужибаев, Ануар Нагмеджан, Кокщик Парад. Жители микрорайона Бейбетшлик долгие годы ждали ремонта дорог. И теперь, когда на большей части дорожного полотна проложен асфальт, автобусные сообщения в эту часть города по-прежнему не заезжают. Школьники вынужденно ходят пешком по 6 километров в день до образовательного учреждения. Трудности испытывают и пенсионеры. Проблемы микрорайона Бейбетшлик известны на протяжении долгого времени. На сегодняшний день остро стоит вопрос автобусных сообщений. Ранее камнем преткновения было отсутствие дорог. Теперь их частичное наличие. Напомним, в 2020 году в микрорайоне началось строительство дорожного полотна. И уже сегодня половина имеет асфальтированное покрытие. По словам жителей с 1 сентября, представители местной власти обещали запустить маршрутные автобусы. Обещание не выполнили. У нас мы здесь жители, мы люди этого района. Мы также платим все налоги. Здесь люди живут добросовестно. Мы вот который год действительно просили наши проблемы, чтобы решить. Да, спасибо, вот начали эту работу. Но, к сожалению, не закончили. Оставили на полпути. Но мы просим, чтобы действительно детям дали автобус. Хотя бы в школу. Один автобус хотя бы до базара и сюда. Больше нам такого ничего не надо. Люди уже, если куда-то надо, они в свой транспорт ездят, доедут. Путь учащихся до школы тернист. Ребята ходят пешком по 6 километров в день. Такая ситуация продолжается уже более 10 лет. Илья Скадыров, учащийся 6 класса. В прошлом году по пути в школу мальчика покусала собака. Мне 12 лет. Я хожу до школы и домой пешком. Я вижу собак и очень мне страшно. Один раз меня собака покусала. И теперь я боюсь, что собака еще сильнее. Я учусь в 6 классе, 18 школа. Нам трудно ходить в школу. Мы хотим, чтобы автобус завезли, чтобы нам это тяжело не было. В микрорайоне проживает и большое количество пожилых людей. Пенсионеры сами не могут добраться до больниц и поликлиник. В течение недели редакция телеканала Кукше пыталась добиться официального комментария от городского отдела ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Спустя десятки наших звонков ответ последовал неутешительный. По переводке пассажиров поясняют, что согласно правилам перевозок пассажиров и багажа необходима организация твердого дорожного покрытия. Через этим, так как в текущем году объект по реконструкции дорог в этом году не введен, конкурсы и статусы на определение маршрутов не проведены. Конкурс, о котором говорилось выше, будет проведен в 2022 году. После введения объекта в эксплуатацию, либо будет рассмотрен вопрос продления автобусных путей в эту часть города. Александра Гауэрт, Павел Соловьев, Жамбыл Болтаев, Кокчакпарат. В Центральной поликлинике города Кокшетау функционирует отделение медицинская реабилитация и восстановительное лечение. Отделение, где проводятся оздоровительные лечебные мероприятия, за 30-летие независимости укрепило материально-техническую базу и пополнилось современными аппаратами. Отделение восстановительного лечения и реабилитации уникально в своей области. Здесь эффективно применяются новые технологии оздоровления для тех, кто нуждается в лечении. В отделении трудятся 17 специалистов. Они проводят комплексную работу, направленную на профилактику осложнений и ускорение процесса выздоровления. В городской поликлинике работает отделение реабилитации и восстановительного лечения, которое проводит реабилитацию больных, постковидных, травматологических больных, больных после операции на сердце и больных, перенесших ОНМК последние три года. В кабинете у нас имеется 15 видов аппарата, 4 кабинета, массажисты отдельно сидят, кабинет кинезотерапии проводят отдельно наверху и физиокабинет. В отделении 6 кабинетов. Один из них физиотерапии. Здесь установлены устройства последнего типа токотерапии. С внедрением системы обязательного социального медицинского страхования все процедуры проводятся бесплатно. Есть еще кабинет ЛФК и массаж. Массаж кабинета отдельно. ЛФК и кинезотерапия, где проводится тоже реабилитация, тоже отдельно проводится. Это у нас бесплатно по реабилитации. После консультации к реабилитологу приходят наши кабинеты на лечение. Специалисты отделения повышают квалификацию, посещают различные мастер-классы с целью изучения эффективных методов лечения с использованием инновационных практик. Иван Однорок, Гульмира Аманбаева, Павел Соловьев, Кокщаяк Парад. В прошлом году президент поручил изучать историю по-новому. По словам главы государства, в канун 30-летия независимости необходимо устранить все проблемы и недочеты в истории страны. Школа гимназии имени Малика Габдульна Зерендинского района уже 30 лет имеет собственную методику обучения. Талгат Нурсиитов 27 лет преподает историю в школе гимназии имени Малика Габдульна. С самого начала квалифицированный специалист преподает историю не только по письменным источникам, но и по изучению подземных и наземных артефактов. Ученики участвуют в археологических раскопках в разных уголках Кокшетау. Найденные экспонаты находятся в школьном музее. В 1994 году мы открыли историко-этнографический музей, посвященный 50-летию Великой Отечественной войны. В нем находятся четыре выставки. В основном все зависит от местной истории. Первая выставка посвящена наследию, найденному при археологических раскопках. Она делится на четыре этапа. Летом привлекаем детей к раскопкам. В этом году мы изучали памятник истории Эни Олита недалеко от Кокшетау. В своё время в 2000-х годах доктор исторических наук Виктор Фёдорович Зайберт вместе с американцами начал изучать эту местность. Сейчас там осталось около 50 нераскрытых памятников. В этом году мы изучили один из них. Чтобы заинтересовать детей к изучению предмета, педагог использует методику «Каждый ученик-исследователь». Школьный музей всегда заполнен посетителями. Древние экспонаты в нём размещены поэтапно. Часто встречаются и предметы, которые используются в быту в зависимости от традиций местных жителей. Есть и экспонаты с советского периода. Есть интересные находки наших соотечественников, сражавшихся в локальных войнах. На сегодня фонд школьного музея насчитывает более 300 экспонатов. Также ещё с 1994 года существует старинный журнал с отзывами посетителей. По словам Талгата Нурсиитова, многие учащиеся, которые самостоятельно изучали историю, в настоящее время занимаются археологией. В областной специализированной школе-интернате колледжа Олимпийского резерва для одарённых в спорте детей имени Бугенбай-Батыра города Степногорска занимаются спортом 184 учащихся. С начала нового учебного года в учреждении проведено несколько культурно-массовых мероприятий. Одно из них посвящено неделе языков народа Казахстана. Все 12 классов школы-интерната колледжа оборудованы в соответствии с санитарными требованиями. У тех, кто совмещает в себе спорт и занятия, огромная уверенность в завтрашнем дне. В частности, учащиеся, которые связывают свои надежды с большим спортом, стремятся овладеть государственным языком и не только. Всё это можно было увидеть на празднике, посвящённом неделе языков. Лечное и степное в нём раздолье. В нём клекота орла и волчий рык. Напев и звук. И ладом богомольный. В нём воркование голубя весной. Злёжь жалоб, как солнце. Выше, выше. Берёзовая роща. Свет сквозной. Небесный дождь, просыпанный по крыше. Мой верный друг, мой раб коварный. Мой царь, мой раб родной язык. Мои стихи, как дым алтарный, как вызов яростный мой крик. К дал мечте безумные крылья. Мечту ты путами обвил. Меня спасал в часы веселья. И сокрушал избытком сил. Директор колледжа-интерната для одарённых в спорте детей имени Багинбай Батыра Турсенбай Токкожинов отметил, что в связи с тем, что ученики часто выезжают на соревнования за границу, особое внимание уделяется изучению языка самых разных национальностей и народов. И в этом плане проводится системная работа. Радует желание будущих звезд спорта уважать свой родной язык, а также знать другие. Иван Однорог, Колымбек Мухаммеджанов, Дархан Мужибаев, Алмаз Адвакасов, Кукчаяк Парад. В департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмольской области прошло торжественное мероприятие, приуроченное отчествованию сотрудников, отличившихся в спорте, проявивших себя в профессиональной деятельности, показавших высокие человеческие качества. Приказом министра внутренних дел в республике очередные звания получили сотрудники учреждений области. Звание старший лейтенант юстиции присвоено Гульбагыш Мохамбетовой, сотруднице учреждений ЕЦ-166-24. Карат Айдарбеков, начальник департамента УИС, поздравил девушку с золотой медалью, завоеванной на чемпионате Азии по смешанным боевым единоборствам Всемирной ассоциации ММА в Кыргызстане. В службу пришла свои 19 лет, в данный момент уже как три года служу, именно в уголовной исполнительной системе. Параллельно занимаюсь спортом, это рукопашный бой, смешанный единоборств, ажек-пежек, работа, моя карьера и спорт друг другу не мешают. Я благодарна руководству департамента УИС за то, что они предоставляют мне такую возможность участвовать, несмотря на работу. Звание капитан юстиции получил Сергей Шаповалов, сотрудник отделения службы пробации Сан-Дыктавского района. Я являюсь инспектором службы пробации УИС по Ак-Молинской области. Службу начинал в городе Адбасара, в учреждении ЦЕС-166-4. Должность контролера, работаю в органах УИС более 15 лет. Произошел недалеко от моего места проживания. Рано утром, когда практически все спали, вышел с дома, увидал пожар, который разрастался. Вовремя среагировал, не допустил большего количества, чтобы произошло возгорание близлежащих домов. Разбудил семью, вывел, спасли имущество. Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Сергей Шаповалов награжден грамотой начальника ДУИС за проявленный героизм спасения семьи при пожаре. В Кургалжинском районе прошли соревнования Казах-Олток-Оиндары по четырем видам спорта. Главная цель – пропаганда национальных видов спорта среди молодежи. Соревнования проходят в рамках 30-летия независимости и 150-летия Кожемухана Мунайт-Пасова. Участники состязались Асак Ату, Товас Кумалак, Архан Тартес, Казахша Курес. В соревнованиях приняли участие пять команд из нескольких населенных пунктов Кургалжинского района. Уважаемые спортсмены, пусть ваши успехи и достижения в области спорта нашего района будут расти. Желаю вам здоровья, пусть будет много покоренных высот, пусть в вашей жизни всегда будет много победных дней. По итогам соревнований первые места заняли Кайсар Зинул Кабиден весит 25 килограмм, Жалгас Айдарбеков весит 29 килограмм, Альтейр Рамазан весит 32 килограмм. Гран-при весит 35 килограмм завоевал Мирамбек Егимбаев. В 42 килограммах лучшим стал Максат Акант. В весовой категории до 46-75 килограмм фаворитами стали Шахнур Оралбеков, Дамир Талабеков, Саяц Магул и Мирамбек Назымбеков. Среди девушек лидировали Сайран Бесимбаев, Автоус Кумалах, среди мужчин Нейржан Саметов. Среди пяти команд в перетягивании каната сильнее оказались жители села Кызылсая. Первое место в Асахату завоевали Айя Смагулова и Агирхан Сагындыков. Победители были награждены ценными подарками. Аблай Балтабаев, Айсоль Съезбек, Берик Манап, Кухщак Парад. И на этом у меня все. Спасибо, что были с нами. В студии была Айгирин Бегенова. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин